На Урале 90-летнего ветерана убили и сожгли за 1800 рублей. Все свое свободное время на пенсии Валентин Спицын посвящал соседским детям. Соседи же его и лишили жизни. Это жестокое преступление было совершено еще два месяца назад, но только сейчас, опасаясь того, что правоохранители не накажут истинных виновников, родственники рассказали журналистам об этой трагедии. Валентина Николаевича Спицына, полтора месяца не дожившего до своего 91-летия, знали и любили в городе Реш Свердловской области. Родившийся в 1930 году в Свердловске, маленький Валя уже в 7 лет оказался сыном врага народа. Его отца Николая Николаевича, главного инженера Уралсвертпроекта, в 1937 году расстреляли, обвинив шпионажи. А через 14 лет трагически погибла и мать Валентина. Сам подросток во время эпидемии переболел сцепным тифом и по настоянию врачей вынужден был перебраться из города куда-нибудь поближе к лесу. Так он оказался в числе первых жителей поселка Озерного Режеского района. Поселка, построенного ссыльными поляками, вывезенным на Урал валить лес. За свою жизнь Валентин Николаевич успел поработать геологом, нашел месторождение Тория, токарями-фрезеровщиком на заводе, начальником отдела и народным депутатом, инструктором пожарной профилактики, возглавлял добровольную народную дружину. 12 лет Спицын проработал школьным учителем труда. В последние годы на зиму Валентин Николаевич уезжал из родного поселка к сыну в городскую квартиру. Это интервью было последним, данным им за месяц до гибели местным телевизионщиком. Прожил я на поселке Озерном 73 года. Ну, сейчас года уже, поэтому там надо топить печь, и все, я решил на квартиру сюда к сыну. Ну, конечно, приехал, посмотрел. Дети, заняться им нечем на площадке здесь. Вот эти качели, которые здесь вот, это по моей идее их сделали. Только дуги стояли, сделали. Ну, а катушка была в разобранном состоянии, можно сказать. В 20-м году эту катушку попросил, ее отремонтировали. И вот уже третий год я занимаюсь этой катушкой. Вот так я ее поддерживаю, чтобы она была скользкая, чтобы хорошая. Дети мне помогают, тоже помогают снег убирать. Взрослые как-то меньше. Всю зиму, каждое утро Валентин Николаевич выходил во двор с ведром воды и обновлял лед на горке. А летом сажал деревья с учениками школы в Озерном. Школы, в которой его избрали почетным гражданином Детской Республики Шанс. Все время с детьми, и я люблю детей. Поэтому я так и занимаюсь. Стараюсь, чтобы детям было весело и хорошо проводить время. 23 февраля этого года в квартиру Спицына на первом этаже дома номер 100 по улице Александровской, в вокзальном районе Режа, постучала 30-летняя соседка Роза и ее сожитель Стас. Оба неработающие, часто выпивающие, одолжили у деда 200 рублей. А когда тот вынул им купюры из кошелька, заметили, что там остались еще деньги – 1800 рублей. Всю жизнь проживший в поселке, в частном доме, Валентин Николаевич не привык закрывать двери в квартиры. Не закрыл дверь он и в тот день, когда отправился на прогулку. Я стараюсь именно как мы больше двигаться, потому что движение – это жизнь. И чем-то я занялся, чем-то я делаю, то у меня больше энергии получается и здоровья больше. Вернувшись домой, он обнаружил пропажу денег. Сразу обратился к соседям, попросив их вернуть украденное. Те по-доброму не захотели возвращать. И тогда пенсионер написал заявление в полицию. Сыщики нашли на его кошельке отпечатки пальцев соседа. Стаса задержали, но в пятницу, 26 февраля, отпустили домой под подписку о невыезде. А в субботу, 27-го, обезображенное и обожженное тело ветерана труда нашли в коридоре его квартиры. Кто-то самым жестоким образом избил 90-летнего мужчину, сломал ему нос, вдавил глаз, перебил все ребра, а затем закидал тело лежащего его же одеждой и поджег. Как позже установят эксперты, Валентин Спицын умер от отравления дымом. В убийстве старика признался тот самый сосед Стас, заявивший, что сделано из мести за задержание полиции. Однако другие соседи и родственники погибшего не верят в то, что щуплый молодой человек мог нанести столь тяжелые увечья. Вот что родные Валентина Спицына рассказали порталу Е1. Цитата. По горячим следам был задержан друг Стаса, Павел Стрельцов, ранее судимый за убийство. Опрошена была и сожительница Роза. По словам некоторых жителей, у женщины одежда пахла дымом, а Павел был выше, сильнее и агрессивнее Стаса. Однако ж, у них нашлось алиби. Слова их друзей. Каких-то экспертиз и исследований, по словам потерпевших, не проводилось. У них ни телефоны не проверяли, ни одежду. Показания камер не сняли. Показания у задержанных тоже разнятся. У Стаса нашли кровь на штанах, но нам, кажется, он не мог убить. Мы так считаем. Там такие серьезные повреждения были у дедушки. Вся спина черная, будто его кто-то мощный со всей силы дубасил. А он же Стас тщедушный. Привлекался за кражи и хулиганство, рассказала Любовь Валентиновна, дочь погибшего. Семья Валентина Николаевича требует от следователей допросить других возможных участников этого жестокого убийства и проверить их алиби. Но пока тщетно. Обратившись в СМИ, родственники Спицына надеются придать этому делу больше общественный резонанс и заставить сыщиков серьезнее отнестись к расследованию. Что, возможно, у них и получилось сделать. Уже накануне совершенное в Реже жестокое убийство ветерана прокомментировал представитель областного следственного главка. Следственным комитетом по Свердловской области расследуется уголовное дело по статьям Уголовного кодекса убийства, нарушения неприкосновенности жилища и кража. В ходе расследования был назначен комплекс экспертиз, в том числе дактилоскопическое, генетическое, пожарно-техническое и ряд других. Допрошенные свидетели также выполняются и ныне необходимые мероприятия. По результатам расследования будет дана объективная правооценка данному преступлению.